Время вести Чукотки. С вами Анна Мартяшкина. Здравствуйте. Изменения в бюджет одобрили депутаты окружной думы в ходе последней сессии. В числе главных вопросов выделение дополнительных средств на поддержку навигации 2022 года. Чукотская казна значительно пополнилась за счет налогов и безвозмездных поступлений из федеральных субсидий. Теперь доходная часть бюджета округа на год превышает 9 миллиардов 176 миллионов рублей. Львиная доля этих средств будет направлена на строительство инженерных сетей промпарка «Анадырь», ремонт дорог и дворов певеки и выравнивание энерготарифов. Кроме этого, дополнительные средства выделены на развитие ЖКХ и водохозяйственного комплекса, на обеспечение детей-сирот жильем, на единовременную выплату семьям, в которых одновременно родились двое и более детей, финансовую поддержку предпринимательства, благоустройство территории горнолыжного комплекса «Гора Михаила» и на подготовку проектов строительства комплекса по обращению с отходами в Певике и Билибино, а также на выполнение полномочий по работе с безнадзорными животными. На здравоохранение дополнительно направлено 88 миллионов рублей. Свыше 460 миллионов планируется дополнительно выделить на поддержку навигации 2022 и обеспечение продовольственной безопасности региона. «Для обеспечения продовольственной безопасности и доставки продуктов, питания и других товаров первой необходимости в навигацию 2022 года планируется 150 миллионов рублей для перечисления в качестве взноса Чукотского автономного округа в уставный капитал ООО «ЧКУ ТОКТОРК», а также 314,8 миллиона рублей дополнительных средств на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами в связи с перевыполнением объемов реализации по итогам 2021 года, а также необходимого завоза объема в 2022 году». Депутаты Думы Чукотки единогласно поддержали предложение Департамента финансов. Кроме того, в связи с санкционной политикой в отношении нашего государства на 150 миллионов рублей пополнится объем резервного фонда правительства округа. 388,5 миллионов также выделено на увеличение объема зарезервированных средств в целях финансового обеспечения мероприятий по повышению устойчивости экономики региона. Также депутаты окружного ЗАГС Собрания заслушали отчет председателя счетной палаты Чукотки. За прошедший год было проведено 18 контрольных и 33 экспертно-аналитических мероприятий, охвачено 113 объектов, на 65 из них проведены экспертные проверки. «Объем проверенных бюджетных средств в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий составил около 51 миллиарда рублей. За год выявлено 237 нарушений действующего законодательства на сумму 9,91,6 миллиона рублей или 17,9% объема проверенных средств и 986 нарушений, не имеющих стоимостной оценки». Также депутаты внесли изменения в региональный закон о территориях, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с федеральным законом о дальневосточном гектаре. Речь шла о поселке Мышмита. На сегодня данный район Чукотки является закрытым для предоставления дальневосточного гектара. Анастасия Матросова, Александр Кузьминов, Вести Чукотка.